За 74 года истории Формулы-1 было проведено более 1100 гран-при, в которых приняли участие 834 гонщика из 43 стран мира. Всего за это время выступили 220 команд. А гонки проходили на 78 трассах мира. Конечно же, такая статистика не может не включать в себя странные или удивительные факты. В том числе и события, которые за все это время случились лишь однажды. 17-летний гонщик на старте Формулы-1 Прошло уже больше 9 лет с того дня, как Макс Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в Австралии в 2015 году за команду Тора Росса. Ему было всего 17 лет и 166 дней, что сделало его самым молодым гонщиком в истории, когда-либо стартовавшим в гонке. В Австралии до финиша Макс не доехал, причем не по своей вине. На 35-м круге задымился двигатель, и он был вынужден остановиться. Зато уже на следующем Гран-при в Малайзии он благополучно проехал под клетчатым флагом, став самым молодым гонщиком в истории Формулы-1, финишировавшим в гонке. Лучшим юниором по количеству набранных очков и обладателем отличного седьмого места. Скорее всего, он теперь надолго, если не навсегда, сохранит эти рекорды. Так как в 2016 году Фея ввела минимальный возраст в 18 лет для получения гонщиком суперлицензии. Ну, а два других самых молодых дебютанта после Ферстаппена – Лэнс Строл, дебютировавший в Вильямс в 2017 году, и Олли Берман, вышедший на старт в Джиде за команду Феррари. 50 гонок без единого набранного очка Из 834 пилотов, когда-либо стартовавших за рулем в Гран-при, лишь менее половины набрали в гонках хотя бы одну очку. Карьера большинства этих пилотов была недолгой, иногда включала в себя лишь одно Гран-при. Но итальянец Лука Бадеер, дебютировавший в 1993 году в ЮАР – самое большое исключение из этого правила. Больше всего его помнят за провальные выступления в двух гонках с Феррари в середине 2009 года. Но карьера Бадеера в Формуле 1 – это намного больше, чем два Гран-при. Он пришел в Формулу 1 после титула в международной Формуле 3000, где обошел многих будущих звезд того времени, в том числе Рубенса Баррикелло. Бадеер был крепким пилотом, выступавшим за скутерея Итальяна Минарди и Форти Корса. На Гран-при Европы 1999 года он был невероятно близок к финишу в очках, но из-за отказа коробки передач был вынужден сойти. Многие ожидали, что выступление за Феррари 10 лет спустя вместо травмированного Филиппе Массе поможет Бадееру обнулить свой рекорд в 48 гонок без очков. В то время он много успешно трудился в качестве тест-пилота Феррари и, по мнению самой команды, внес огромный вклад в ее развитие. Но положить конец своему антирекорду Бадеер так и не смог, а вместо этого довел его до 50 гонок. С тех пор прошло много времени, но без возвращения в пелетон технический и финансово отстающих команд, чего сейчас стараются не допустить ни Формула 1, ни Фея, побить такой рекорд в 50 гран-при представляется невозможно. Но стоит заметить, что Бадеер был далек от того, чтобы называть его безнадежным и совершенно не заслуживает такого рекорда. У него просто не получилось воспользоваться внезапно возникшими потенциальными шансами, которые у него были, и судьба жестоко отказала ему во множестве других. Гран-при без единого боевого круга В Формуле 1 было немало ситуаций, когда плохая погода ставила под угрозу возможность завершить или начать гран-при вовремя. Но только один раз это привело к тому, что в состоявшемся гран-при гонщики так и не прошли ни одного боевого круга. Как вы понимаете, речь идет о гран-при Бельгии 2021 года. Ставшая печально известной, гонка в СПА должна была начаться в 15.00 по местному времени, но старт был отложен из-за непрекращающегося дождя. В 15.25 пилоты проехали за машиной безопасности два прогревочных круга, прежде чем над трассой был вывешен красный флаг. Несколько часов спустя гонщики снова выехали на трассу, и на этот раз проехали уже три круга позади машины безопасности, а затем дирекция гонки на третьем круге вновь дала красный флаг. Это позволило ФИА объявить результаты гонки, обозначив финишные позиции за машиной безопасности как итоги гран-при. Фактически, это означало, что под машиной безопасности был пройден только один круг в гонке, а на самом деле ни одного реально боевого круга не было. В итоге гонщики в топ-10 получили половинную сумму баллов. Так победитель гонки Макс Ферстаппен получил 12,5 очков. А вот Джорджу Расселу этот странный уикенд подарил первый подиум в карьере. Накануне ему удалось квалифицироваться вторым, и вряд ли другое развитие событий позволило бы ему сохранить эту позицию и на финиш. Понятно, что это вызвало широкую негативную реакцию и побудило Формулу-1 изменить регламент проведения подобных гран-при. Не квалифицировался в каждой гонке сезона. В 80-х и в начале 90-х годов предварительная квалификация обычно проводилась в пятницу утром, и те пилоты, которые не могли ее пройти, чтобы участвовать в полноценной квалификации, после этого отправлялись домой, даже не приняв участия в свободных практиках. К сожалению, в те времена далеко не все машины по своим техническим характеристикам были готовы показывать удовлетворительные времена, либо вообще проехать полноценный круг по трассе. Так что у пилотов, управляющих такой техникой, было мало надежд попасть на стартовую решетку Формулы-1. Будущий чемпион мира по гонкам в классе Туринг, Габриэля Тарквини на себе испытал, каково это, не сумев пройти предварительную квалификацию рекордных 25 раз. Всего на три неудачных попытки меньше у бразильца Роберта Морена. И эти цифры теперь уже вряд ли кто-то сможет превзойти, учитывая, что предварительная квалификация уже давно стала историей. Однако, примечательно, что один из гонщиков провел целый сезон, так и не сумев пройти предварительный отбор. Агури Судзуки ни разу не квалифицировался ни в одной из 16 гонок 89-го года, выступая за команду Закспид. Команда испытывала тогда серьезные трудности и не могла предоставить гонщику хотя бы маломальской конкурентную машину. Берн Шнайдер, будущая легенда ДТМ и напарник Агури Судзуки, не прошел дальше предварительной квалификации 14 раз. Но дважды за сезон ему все же удалось это сделать, хотя он все равно не смог финишировать ни в одной гонке. Но уже в 90-м году дела Судзуки пошли лучше, и он даже сумел подняться на подиум Гран-при Японии, максимально воспользовавшись столкновением Айртен Сены и Алина Просто на первом круге гонки. Лидирование в своем единственном Гран-при Маркус Винкенхольк вошел в историю Формулы-1, когда во время своего дебютного и единственного Гран-при Европы 2007 года возглавил заезд. В тот раз всего на один этап на Нюрнбрук-ринге он заменял в команде Спайкер выбывшего Кристиана Альберса. А прекрасный стратегический ход, который заключался в том, чтобы зазвать Маркуса на прогревочном круге в боксе во время начинавшегося дождя, позволил гонщику выйти в лидеры уже на втором круге, когда переобуваться поехали все остальные пилоты. В итоге он лидировал 6 кругов, включая круг, когда гонка была остановлена красными флагами, а также круг рестарта. Фактически, хотя и не технически, это означало, что он стартовал с полупозиции, что также стало достижением. Конечно, продолжаться бесконечно эта сказка не могла. Он растерял позиции и на 13-м круге и вовсе сошел из-за отказа гидравлики. Но зато Винкельхока навсегда запомнят за то, что он так ярко провел свой единственный старт в Формуле 1. Три полупозиции и ни одного круга лидирования. Тео Фаби завоевал в Формуле 1 три полупозиции, но при этом отличился тем, что не смог пролидировать ни одного круга. Впервые Фаби выступил с командой Толумен на Гран-при Германии 1985 года в Нюрнбург-ринге. Но на старте у него случилась сильная пробуксовка. Он потерял много позиций и оказался лишь восьмым. Позже он и вовсе сошел с дистанции из-за проблем со сцеплением. Второй полу Фаби завоевал годом позже в Австрии, но уже на первом круге его обогнал напарник по команде Герхард Бергер. Так что лидирования на круг не получилось. На 17-м круге Фаби действительно обогнал Бергера, но затем ему пришлось сбросить скорость из-за проблем с двигателем. И произошло это до того, как он сумел лидером пересечь линию телеметрии. В Монце он снова занял полу-позицию по результатам квалификации, но в самой гонке стартовал не с полу, так как на прогревочном круге у него возникли проблемы и он откатился назад, а затем вновь сошел по техническим причинам, так и не завершив гонку. После этого Телу Фаби больше ни разу не смог завоевать полу, и ему не предоставилось шанса лидировать на круге, по крайней мере в Формуле 1. Гонка на шесть машин. Гран-при США 2005 года в Индианаполисе, ставшее печально знаменитым, где шинный производитель компании Michelin осознала масштаб своих проблем уже во время пятничной тренировки, когда взрыв левой задней покрышки на Тойота Ральфа Шумахера привел к тяжелейшей аварии в профилированном бенкинге последнего поворота. После этого происшествия обсуждались различные варианты решений, включая создание дополнительной шиканы в бенкинге или ограничение скорости на этом участке, но ни одно решение так и не было одобрено всеми десятью командами. В итоге это привело к тому, что после прогревочного круга пилотон из 14 машин, обутых в Мишлен, во главе с Ярно Труль заехал в бокс, получив инструкцию не выходить на старт гонки. На стартовой решетке остались шесть пилотов тех команд Феррари, Минарди и Джордан, кто использовал Бридж Стоун, что привело, возможно, к самой странной гонке Формулы 1 в истории, а также нанесло серьезный ущерб репутации чемпионата в Америке. Гонка с двойными очками За историю чемпионата было много гран-при, где пилоты получали половину очков из-за сокращенной дистанции гонки. Но был только один случай, когда на финише начислили двойные очки. Чтобы накалить до предела борьбу за победу в сезоне 2014 года и многократно увеличить значение последней гонки в борьбе за титул, Формула 1 решила внести на финал 2014 года в Абу-Даби двойные очки. К началу уикенда двух главных претендентов на титул Льюиса Хэмильтона и Ника Росберга разделяло 17 очков, так что, одержав победу в гонке, любой из них мог стать чемпионом. Однако двойные очки увеличивали риск поражения для Хэмильтона, в том случае, если Росберг выиграет, а Хэмильтон финиширует не выше третьего места. Но в конце концов все эти схемы никак не сработали. Хэмильтон выиграл, а Росберг финишировал в 14-м после отказа ЕРС. Так что это правило никак не повлияло на результат, а вот непопулярность среди участников и зрителей снискала моментально. Формула 1 признала свою ошибку и быстро отменила правило уже к следующему году, что обычно не так свойственно Формуле 1. Участие пилота в гонке, от которой он был отстранен Отстранение от гонок – довольно редкое событие для Формулы 1. Но то, что произошло с Жаком Вильнёвым на Гран-при Японии в тот год, когда он выиграл титул, поистине уникально. Пилот Вильямс принял участие в Гран-при Японии 97-го года, несмотря на то, что перед стартом получил дисквалификацию на одну гонку. После финальной тренировки стюарды сообщили, что Вильнёв вместе с пятью другими гонщиками проигнорировали жёлтые флаги. Поскольку в тот момент он уже выступал с отложенной дисквалификацией за три аналогичных нарушения, это автоматически должно было привести к дисквалификации. Однако команда подала апелляцию и каким-то образом сумела добиться для Вильнёва решения участвовать. Гонщик вышел на старт и даже финишировал пятым. Но затем Вильямс отозвали апелляцию после давления со стороны президента ФИА Макса Мосли, который предложил, что таким образом Вильнёв рискует пропустить финал сезона в Хересе. Всё это привело к тому, что Вильнёв был исключён из ведомостей Гран-при Японии и в итоге завоевал титул в спорном финале в Хересе. А какие ещё уникальные случаи в Формуле 1 помните вы? Обязательно пишите о них в комментариях. Спасибо за просмотр! Подпишись, чтобы не пропускать новые видео! Субтитры сделал DimaTorzok